Дедуль, я хотел, чтобы вы рассказали о войне, как вы ее встретили. Вы же были ребенком, 41-го года рождения. Да, у него отца забрали месяц, ему было, он не вернулся. У меня война началась, у меня всего один день был. Один день? А вы уроженец Мелиузы или с района? Я с района. Шевченко. Шевченко это озерки? С района Константиновка. А, с Константиновки. А ее сейчас нет. А вот, если отец, получается, ушел на фронт, а мама со сколькими детьми осталась? А мама осталась с 8 детьми. 8. Она, рубля у нее в кармане не было, и нас всех живым оставила. Всю войну прошла, и послевоенное время. И все мы живые остались. А как она, как поднимала? Одна, как женщина, как 8-х-то? А самым старшим сколько было, если вам было один день? А старшему? А старшему, самая старшая девочка была. Они каждый год у нас рожались в те времена. В прошлом году? Одной 13, самый старший был, 12. С 28-го года. У меня бабушка так. А этот парень был, не парень, но пацан. Ему было, значит, он, ему 10 было. Вот говорили, что голодно жили. Ну как, во время войны голодно было, да? Чем питались? Огород или что? Огород сажали, и что на огороде выращивали, тем и питали. У кого-то было, значит, за счет молока выживали. У кого было. У нас были очень такие порядочные люди. Эту матери, мать с отцом. А так бы, может быть, восьмерых и не подняла. У нас бабушка сильно была, сильно характера. И мать такая была. И за счет того, что мать такая была мужественна, мы все живые, парень. Мы кушали картошку и воду, а больше ничего не было. Ну, у меня бабушка вот она с Ашкадарского совхоза, Сухаревка вот. Это как, там тоже деревня нет, как ее называют. Ну, Семеновка. Вот, а они траву даже ходили, кушали. Так мы с травой тоже всякую. За счет травы ими жили. Всякую. Потом мы, когда выросли, в лес ходили, яички собирали. Ну, уже было 7-8 лет яички собирали. Диких птиц вот этих. Да, птицы. Особенно на лупее. И всякую траву рвали и ели. И он в шапке свою, у кого что было, нарвем. Вот сюда и кушали. И домой приняли, носили. И домой. А отец, получается, он у вас на фронте? Он ушел и больше не вернулся. У нас даже флота не было. Он без вести пропал. По-моему, даже. Он их забрали в Ленинград на фронт. Как-то обезлина еще они, по-моему, в этот шаг. Вот у меня, у деда брата так же разбомбили. Там сильные бои были. Немцы были вооруженные. Хорошо, наши правы были вооруженные. И большинство, кто уходил в 41-м году, они все погибали. Вот это 41-й, я тоже считаю, что очень, знаете, как было потери? Как будто, вот сейчас показывают, один немец, 13 наших в 41-м. Вот так шло. Потом уже вот в 42-м начали, в 43-м переламывать. А до этого наших били прям это. Они были лучше организованы. Они же автоматом вооруженные были, пулеметы были. И оружие, да. А у нас винтовки были. И то, говорят, что на двоих одна. Отцова сестра просила его, чтобы забрать. Она видела, он уже опухал, чтобы забрать у себя. А, с голоду опухал. Да, да, да. Но мать, но мать сказала, если возьмешь просто, чтобы его выходить. Она сказала, если возьмешь, у нас совсем. А, забирает. Не отдавать. Ну, не отдаете. Ее брата, у сестра, у нее один ребенок был. Она бралась одного, у нас забрать, матери помочь. Но я тебе не отдам его обратно. Она говорит, а дай я тебе не отдам. Это сейчас не даю. И она все равно мать всех нас осталась. А вот еще, вот я спрашивал у одного сегодня, дедушки тоже 41-го года рождения. Он говорит, что раньше День Победы не праздновали. Не было такого. Не было сначала. Выходного не было. Не было. А как вот в деревне, в Зерках, а в Константинске, ну как вообще раньше праздновали? Вот так же ярко, весело или как-то по-другому? Никак. Как раньше праздновали? По-другому или сейчас вам... Да не, никак не праздновали. Просто День Победы, в календаре было День Победы. Ну а сами ветераны, вот вы же знакомы с ветеранами. Они как, веселились или плакали, рассказывали о войне или что? Вот как ветераны себя... Он не... Он мы тоже не знали. Вот я с 48-го года, у меня папа прошел весь фронт. В 42-го забрали, в 46-м он пришел. Вы знаете, я же помню, вот сколько со школы приходили, он вообще не уговорил на эту тему. Он сказал, этого говорить невозможно. Его забрали, вот моего папу, в 17 лет. Ну, потому что война это ужас, да? Какой был праздник? Разве это был праздник? Это даже не... Мы вот росли, мы даже не знали, что это такое праздник. Вот и мой Дух, он говорит, я не могу рассказать. Я не могу рассказать. Это страсти. Ну да. Это вот сейчас как бы сделали, что мы уже по-хорошему нажились. А когда у людей такая печаль? Трагедия в каждую семью же пришла. Повестка в каждую почти семью пришла же. Так вот, да. Ну, не повестка, а похоронка. Ну, и повестка, и похоронка. Не похоронка, извещение пришло. Отец пропал безвест. Да еще и... И все. И по 49-й нам даже пособие не давали. А то, кто в школе учится, пособие давали. Нам не давали. По 49-м. В 49-м пришел приказ, и кто беденский пропал. Вот 45-й год папа отмечают. Вот они. 45-й год. Они уже в Берлине что ли встретили. Вот отмечают. А, это прям День Победы. Это прямо День Победы. Это ее отец. Это мой отец. Надо же и фотографа найти было. Да, но фотографии это уже мы как бы перевели. Но все равно. Потому что она старенькая. Старенькая была. Уже сделали ее. А вообще вот раньше говорили, что в 39-м с Финляндией воевали. Вот раньше я, например, я в школе когда учился, я не знал, что в 39-м мы с Финляндией воевали. А я тоже не знал. Тоже не знал я. А сейчас знаете про это, что воевали? Ну, сейчас знаем. Как секретно было, да? Как-то секретно было. Вот такая жизнь. А мы что знали? Беременские люди. Что там ничего не знали? В городе еще кто? Может, еще и знали. А мы нет. Ну, и раньше о войне. Знаете, почему, мне кажется, нельзя было говорить? Раньше же КГБ вот это, не дай бог, что-нибудь не так... КГБ раньше сильно же было. Не дай бог, что-нибудь не так скажешь, сосед потом унесет куда-нибудь, или кто-нибудь знакомый, знакомый расскажет, а он вот так говорил. И все. И сейчас такие времена возвращаются, конечно. Но мне бабушка начала рассказывать то, когда уже СССР, как это, развалился. И потом мне бабушка рассказала, что у нас роднее, вот в 39-м воевалов в Финляндии. Живой остался. Но, говорит, померзло много. И финны, говорит, они у них и отсюда стреляли, укрепленные были. И с деревьев, говорит, сидели на деревьях снайперы. Снайперы. И свою там они родину, ну как, защищали там. Дочка описывает. Да. Вот эта фотография уже старая. И это... Это уже... Какие молодые, красивые все. Ну, с кем-то отсюда пришли. Только... С фронта, ну скажи. Здоровья вам? А молодому поколению, как сказать, долголетик, вот как... Что пожелаете, чтобы прожить вот так вот? У вас хорошая осанка, я смотрю, выправка. Я всем желаю прожить до 100 лет, как у нас, у человеческой, этот, прожить... Каждый человек должен прожить, человек должен прожить 100 лет. И я вот стараюсь к этому... Ну, а что вы делаете? А что делаете? Поделите секретом. Сам лекарства делаю, сам, значит, это... На собой смотрю. Врач... Врач может только написать. Да, деситься ты должен все. А-а-а. Если будешь там... Много будет. И сам себя держать, ходить, двигаться. А-а-а. Видишь, наш человеческий вес 100 лет. Мы должны 100 лет... Я всем так желаю. Понял. Чтоб все так прожили. Молодежь всех. Как только... Все мне хорошее сделаете, я... Вот тебе... Я даю тебе, значит, пожелания жить только старикой. И всем так желаю. А... Ну ладно, молодцы. И там хочу так жить, чтоб прожить. Тогда что не делать? Что не... Как сказать? Что не надо делать, чтобы прожить долго? Курить надо? Курить не надо, водку пить не надо. Вы не пьете? Нет. Ну пил, молодость. Выпивай. А-а-а. А-а-а. Сейчас отменил, все. И стараюсь прожить. И прожить. И я еще всем доказываю, врачам даже говорю. Что... Прожить... Чтоб прожить много, значит... Надо сам себя лечить. А лечить, значит, надо лекарства поднять. И любую болезнь можно вылечить. Потому что в природе все есть. Это все есть. Любую болезнь можно вылечить. Они говорят, любую нельзя вылечить. А я говорю, нет, я могу. Я с вами соглашусь. Мне кажется, в природе лекарства, ты его пьешь, она лечит болезнь. А в аптеке лекарства купил, она лечит тоже болезнь, а другой может калечить. Калечить. Да. А ты собираешь лекарства делать, ничего не калечить. Да, да, только лечит. Потому что она лечит, но другой не калечит. Да, да. Собираешь, я вот сам все собираю. А вы живете на Сахарном, получается, что ли? Нет. Здесь? У вас фамилия как? Скиба, да? Или как? Меня Русак Виктор Васильевич. Русак? А, будем знакомы. Меня Артем зовут. Нет. Горбунов. У меня украинская фамилия, Ростов, все с Украины. Все с Украины мои родители, и отец, и дед. С какой области? Не знаю. Не знаете. А как здесь оказались? У нас даже мать, я насколько знаю, ее родители, они... Мой отец Стамбова был, а бабушка с Воронежа. А мать уже... Они оттуда приехали, и тут уже в Башкире работали, вместе встретились. Ребятишки жду. Вместе встретились, и вместе они так и... Создали семью. И живут. И мать уже родилась в Башкире. Седьмого года, мать. Представляешь себе? Да. Уже они здесь были. Уже здесь родились. А сами... Таких... Ну, сейчас пенсия хорошая, да? Пенсия хватает сейчас, тем более, жить можно. Мне уже за восемьдесят. Да, да, да. У меня бабушка ушла... А бабушка с какого года? Двадцать шестой или двадцать восьмой? Она ушла, потому что ковид забрал. А вы ковид пережили, да? Да. Как ковид пережили? Нормально. Что делали? Я болела уже. А-а-а. Я пережила. Травками лечились. Я сам себя лечила. Ладно, здоровья. С днем победы. Все. Ладно, увидимся. Я уверен еще раз. В следующий раз, 9 мая. А-а-а. Продолжение следует.